Алло, как вы там? Нормально, вот сейчас у меня зарядка закончится. Я думаю, ну, я тебе дам позволить, что это нам хорошо. А вас там накормили, нет? Да, ничего, там мелко что-нибудь дали там. Уже больше часа Нелюфар Халикбердеева на телефоне о том, что в Шемкенте экстренно приземлился самолёт Айрастаны, она узнала от своего знакомого, который вместе с остальными пассажирами оказался заложником ситуации. Он позвонил, что мы сели к вам в Шемкент. Я говорю, а что так, я думаю, здесь мы на концерт прилетели? Нет, у нас поломка, говорит, и нас, говорит, мы сели к вам в Шемкент, и нас не выпускают, держат. Я даже не знаю, я просто военный самолёт увидела, я сама испугалась, честно говоря. Сразу поэтому звонила к ним. Ну, хоть какие-то комментарии, хоть что нам можно снять? Сейчас самолёт летит с Алматы. Нет, там всё, наша служба будет с ними разговаривать. Почему самолёт совершил вынужденную посадку, в офисе авиакомпании не объяснили. Сами пассажиры не знали, когда же они вновь отправятся в путь. Вот где-то за этой дверью и находились 80 пассажиров лайнера. Уже после обеда стало известно, что пассажиры вылетели в Баку в половине пятого вечера. Известно, что в небо взлетел тот же самый лайнер, но перед этим его осмотрели инженеры компании. Субтитры создавал DimaTorzok